Маленьким пациентам из Экибастуза потребовалась помощь в медицинской авиации. Ребенка с ожогом 17% поверхности тела и малыша с пневмонией доставили в областную детскую больницу. Об их состоянии на сегодняшний день медики рассказали нашей съемочной группе. Самолет АН-2 в Павлодар из Экибастуза транспортировал 9-месячного ребенка. Девочка получила ожоги разных степеней и травматический шок еще 22 октября, опрокинув на себя чайник с кипятком. Сегодня маленькая пациентка находится под наблюдением врачей детской областной больницы. Об ее состоянии рассказал врач-компустеолог с 40-летним стажем работы. В данное время проводится лечебное мероприятие по очищению ран от струпа, подготовке гранулирующих ран и будет операция аутодермопластика на тыле стопы с переходом на голеностопный состав. Состояние девочки удовлетворительное. А с мамой проведена беседа о тактике лечения предстоящей операции. Идет на поправку и совсем маленький, житель Экибастуза. Мальчику всего три месяца. У него была диагностирована внебольничная пневмония и дыхательная недостаточность. Леониматологом линии санавиации областной детской больницы пациент был доставлен в Павлодар. Ребенок поступил в состояние, в тяжелом состоянии, но стабильный. Тяжесть обусловлена была дыхательной недостаточностью за счет своего основного заболевания пневмонии. В выходные суббота-воскресенье ребенок находился в реанимации. И вчера, в понедельник, с положительной динамикой, то есть у ребенка были купированы симптомы интоксикации, дыхательная недостаточность была купирована. Ребенок был переведен в отделение. И сейчас продолжается лечение в инфекционном отделении вместе с мамой. По информации областной станции скорой помощи, всего за последние несколько суток медицинская авиация отработала 7 заявок. Евгения Мягченко, Юрий Белевский, Ертасакпарад.